Если у вас есть какие-то вопросы, когда я буду рассказывать какой-то материал или что-то непонятно, вы не стесняйтесь спрашивать, я бы пытался объяснить в понятной этой манере. О чем, собственно, пойдет речь? Всех, рано или поздно на проекте приходится реализовывать миграции к базам данных, лучше, чтобы это происходило в начале, но это не критично, и, как правило, на наших питоновских проектах все решения, о которых мы знаем, это, как правило, Django Migrations, если мы используем Django Framework, и, я думаю, альтернативы этого нет, потому что, если мы хотим получить всю мощь Django, то мы должны использовать все, что, на наш взгляд, из коробки. Либо же, если мы используем какой-нибудь фреймворк для SQL-химии для работы, то мы используем Allendix. Я попытался найти еще какие-то возможные решения, вот мне нашелся какой-то IO Migrations, не уверен, что вообще кто-то с ним работал, кто-то про такое это знает, и, собственно, тут возникает такой вполне закономерный вопрос, что, собственно, мы еще имеем, вот, если нам нужно реализовать вот эти миграции на нашем проекте. И сегодня я попытаюсь, собственно, раскрыть эту тему, попытаюсь сравнить, скажем, свое решение с теми, которое мы, как правило, используем, и надеюсь, я смогу вас убедить в том, что вы должны это использовать. И давайте углубимся в детали по поводу того, с чем мы сталкиваемся, когда выбираем один из тех фреймворков, вернее, не фреймворков, а тулзов для работы с миграциями, либо же это Django Migration, либо же Allendix. Как правило, эти тулзы, они жестко привязаны к какому-то конкретному фреймворку. Как я уже говорил, если мы используем Django, то, я думаю, само собой, что мы будем использовать Django Migration, а не какой-нибудь сторонний тул. Если же, опять же, это SQL-химия, то первое, что вы загуглите и захотите понять, какая вам туза нужна, будет Allendix. Поэтому, как правило, все эти решения, которые мы имеем, они жестко привязаны к конкретному фреймворку, что, на мой взгляд, является немного таким недостатком. Второй интересный момент – это не очень богатая функциональность именно в плане работы с менеджером. То есть, когда вы управляете вашими миграциями, как правило, она ограничивается низким количеством команд, типа update, rollback, downgrade и все такое. И, опять же, вам не позволяет это делать так миграции или менеджить их так, как вы хотите. Следующий интересный момент – это бесполезная или вообще отсутствующая миграция информация о ваших изменениях. Опять же, возьмем, например, Alembic. Алло, я попрошу, а ты шаршишь какой-то скрин зараз? Да, не видно? Ну, я не вижу, может кто-то видит? Нет, я тоже не вижу ничего. Нет, не вижу ничего. Ну, то есть, в какой-то момент слова могли быть картинками, но я этого не дочекался. Окей, а сейчас видно, нет? Не-а. Я думаю, это какое-то такое интро вступление. Я ж тоже. Но я думаю, это ж когда-то мая закончится. А ну, а сейчас? Нет. А до этого как было? А вообще, картинка была изначально? Ну, хоть… Ну, я хочу только список людей. Нет, не было картинки изначально тоже. Или опять… Вот, все нормально сейчас, видно? Да. Ну, мы обсудили два, вкратце пробегусь еще раз. Первая проблема в том, что у нас наши тузы жестко привязаны к конкретному фреймворку. Либо это джанго, либо это тот же FQ Alhemia. Второй момент – это то, что у нас недостаточно. И она не позволяет нам сделать то, все, что мы хотим. Следующий момент – это вот бесполезно или вообще отсутствующая история об изменениях. Например, если взять тот же Olympic, он создает какую-то бесполезную историю, в которой он просто хранит последнюю ревизию. И она вообще не несет никакой информативности для нас. Двигаемся дальше. Следующий момент – это тяжело расширяемость, когда у нас появляется какой-то нестандартный таск. Можно взять, например, из основных проектов, когда нужно было сделать multi-tevent migration. И для того, чтобы это сделать на том же, скажем, Olympic, придется написать что-то свое и потратить на это кучу времени. Я покажу, как это можно сделать более просто в течение сегодняшней презентации. И последний момент – мы никак не контролируем вообще процесс выполнения нашей миграции. То есть у нас есть возможно какие-то предположения, мы себе видим, как она должна отработать, что должно произойти в конкретном действии. Но в данном случае тот же Olympic или Jumbo Migrations нам этого не дают. И вполне вероятно такая ситуация, что мы вообще не планируем использовать URM на нашем проекте по какой-либо причине. Сейчас это как бы не столь важно. Или мы же собираемся использовать какой-то такой специфический URM, как я вот, например, привел Pony URM, который, может быть, опять же имеет какую-то свою реализацию для миграции, но она достаточно low functionality. И третий момент – если мы вообще хотим вынести для наших миграций какой-то отдельный уровень, чтобы она никак не была связана с нашим приложением, или же если у нас есть несколько приложений, которые каким-либо образом юзают нашу пасу данных, и мы не хотим, чтобы оно как-то контролировалось только из одного приложения. Поэтому встречайте, собственно, есть такое решение Liquibase. Я думаю, если среди нас есть Java-программисты, наверняка они слышали о таком решении. Я сам Python-программист, поэтому я не буду говорить, что я Java, но об этом, собственно, не хочу вам сегодня рассказать. Разрабатывается он, его основной core-девелопер – это Nathan Voxland. Последний стабильный релиз был буквально недавно, 11 мая. Распространяется он под рецентльный патч, он является кросс-платформным, то есть вы можете его запускать как с Windows, как с Linux, так и с macOS. То есть это не проблема. И, собственно, почему Liquibase – это хорошее решение для ваших проектов? У него есть большая поддержка разных баз данных, то есть вы дальше увидите, что действительно список, там порядка десяти поддерживаемых баз данных, то есть вам это решение будет удобным. Дальше. Миграции можно описывать в одном из четырех-пяти форматов. Опять же мы это рассмотрим дальше. Есть Content-Dependent Logic, то есть вы можете создавать конкретный контекст, и в зависимости от этого будет выполняться, либо же не выполняться конкретная миграция. Плюс есть возможность генерации документации, исходя из вашей истории, исходя из ваших change-логов. Можно генерировать дифы, можно делать SQL-скрипты, которые будут, допустим, ревьюовать кто-нибудь из DBA Team. Ну, в самом деле список большой, я не вижу смысла их всех перечислять. Давайте двигаться дальше. По поводу поддерживаемых баз данных. Я здесь перечислил список самых распространенных, и которые чаще всего юзаются на наших с вами проектах. То есть это Oracle, Poster, MySQL, Microsoft и SQL Server. Но с полным списком вы можете ознакомиться вот по этой линке, которую я приложил. Дальше. Основной контекст. Собственно, придем к обсуждению вообще, как ReqBase устроен. Он устроен на пяти основных принципах. То есть это change-лог-файл, change-set, собственно, потом change-g, это именно набор данных, набор команд, которые будут менять наши данные, предусловия и контекст. Что такое change-лог? Change-лог-файл. Это, собственно, наш файл. Он может быть в одном из тех форматов, которые, ну, их несколько, допустим, XML, YAML, JSON и так далее, в котором мы описываем наши изменения, наши ожидания. Можем также организовать более гибкую иерархическую структуру наших изменений, которые должны будут выполниться дальше. Вот базовый пример, то есть как оно выглядит. Вы пока особо не старайтесь понять, что здесь происходит, хотя даже визуально, на мой взгляд, это является понятным. То есть мы объявляем change-лог, в нем есть секция предусловной, есть секция property, есть, собственно, change-сеты и есть, собственно, секции, где мы можем подключить дополнительные change-сеты, которые мы хотим использовать. Собственно, поддерживаемые форматы. Как я уже говорил, LiquidBase позволяет нам писать наши миграции в одном из многочисленных форматов, то есть это либо XML, либо YAML, либо JSON и так далее. Я сразу говорю, что я в своих примерах использовал XML, не потому что у меня есть какое-то личное предпочтение, просто я посчитал, что для моего примера достаточно, для моей презентации будет достаточно это показать на XML, но аналогичным же образом можно описывать все ваши изменения в других форматах. То есть как это выглядит в XML формате. То есть мы описываем, собственно, наш change-сет, он обязательно должен хранить ID, автор и так далее, какие-то предусловия, комменты и, собственно, рефакторинг теги, которые как что-то будут делать с нашей базой данных. Аналогичное решение... А, хочу сразу оговориться, XML формат поддерживает экстеншены. Это относится только к XML форматам, то есть мы можем подключить себе дополнительный экстеншен, который даст нам дополнительные функциональности. Например, есть для Oracle какие-нибудь специфические команды, какие-нибудь запросы вида создать удалить триггер, допустим, добавить какую-то функцию. Мы можем это сделать, подключив этот экстеншен и далее использовать этот тег в наших изменениях. Таким же образом можно описать тот же самый пример, который предлагался выше, можно описать в виде YAML формата. То есть все зависит от того, насколько кому как удобнее, кто к чему привык и кто забирает свой формат. Опять же, аналогичный пример можно описать в виде JSON формата, возможно займет просто чуть больше места, он даже не помещается на экран. И есть самый стандартный, это SQL формат, вы можете прямо описать все то, что вы ожидаете, прям в привычном для вас виде. Но есть одно маленькое ограничение, SQL формат поддерживает только тип предусловий, как SQL-чек, мы об этом поговорим чуть позже. Кроме того, если вам из того количества форматов оказалось мало, вы можете использовать, опять же, используя гибкую систему экстеншенов, вы можете использовать один из, допустим, языков Python, Clojure или Groovy для того, чтобы описывать свои скрипты по миграции. Но хочу от себя добавить, что в общем случае они все юзают SQL. То есть как бы вы ни описывали, но в конечном итоге вы будете писать именно запрос, который будет выполняться в базе, используя обычный SQL. Теперь, собственно, поговорим более детально о чейнгсетах, как он выглядит в общем виде. Это такой блок, в котором обязательно должны быть два обязательных поля. Это ID и автор. Собственно, ID может быть любая последовательность символов, это может быть число, это может быть какая-то строка, это может быть описание какой-нибудь, допустим, операции, там Create Table, там бла-бла-бла. Себе чейнгсет, собственно, что хранит? Он может себя хранить precondition, они же предусловия, комменты, которые, как бы такой optional field, но желательно, чтобы они были. Для того, чтобы в истории было четко понятно, что, собственно, произошло. И секция rollback. Ну, я думаю, все понятно из самого названия. То есть что сделать, если мы вдруг захотим откатить наши изменения. У каждого чейнгсета есть набор атрибутов, которые вы можете использовать или которые вы можете не использовать. И, как я уже говорил, обязательными являются ID и автор. Помимо того, есть такие атрибуты, как DBMS, то есть вы можете указать явно, для какого типа базы данных будет использоваться применен ваш чейнгсет. Плюс вы можете указать, что ваш чейнгсет будет выполняться навсегда, вне зависимости от того, он был выполнен ранее или же нет. Вы можете сказать, что ваш чейнгсет будет исполняться только тогда, если было какое-то изменение в нем. То есть, допустим, вы написали его изначально в клей тейпу, указали размерность поля какой-нибудь 64 варчар, потом решили переделать это, и для того, чтобы не делать новый чейнгсет, вы решили добавить тег run on change и поставить его в true. Тогда, когда LiquidBase Migrator будет читать ваши изменения, он увидит, что здесь стоит такой флаг, у вас произошло изменение, он накатит его еще раз. Дальше есть такой тег, как контекст. Более детально мы поговорим о нем чуть позже. Но суть в том, что его очень удобно использовать, когда у вас есть, например, несколько environment, и вы не хотите мешать, допустим, изменения для них. Также по умолчанию LiquidBase пытается выполнить все ваши чейнгсеты в транзакциях, если это позволяет база данных. Вы можете это принудительно отключить, указав опять же через атрибут run in transaction fold. Но на самом деле это такое действие не рекомендуется, потому что если вдруг ваша операция, которая будет выполняться каким-то образом, поломается, то нет гарантии того, что база данных останется в том состоянии, в котором вы от этого ожидаете. То есть возможно не откатятся все действия. Поэтому этот флаг не рекомендуется использовать. И последние два теха, собственно, fail on error – это что делать, если произошла ошибка во время выполнения вашего чейнгсета. И ramp order – это новое введение, которое появилось с версии 3.5.0. Она позволяет вам указать, что ваш чейнгсет будет выполнен либо первым, либо последним. Допустим, у вас в вашем чейнгслог файле есть десяток каких-нибудь изменений, вы решили добавить новый, но вы не хотите его, допустим, менять структуру за тех чейнгслогов, которые у вас есть. Вы его добавляете в самом конце, например, указываете run order first, и он будет выполнен самый первый, когда мигратор будет читать ваш чейнгслог файл. И теперь, собственно, немного примеров, как это описывается в виде, ну, XML же, опять же. То есть вот чейнгсет вы можете указать на новую структуру, то есть всегда ваши изменения, этот чейнгсет будет выполнен всегда, даже если он уже выполнялся. Более того, вы можете указать, например, тип от данных, возраст там, и, например, опять же, исполняться только тогда, если произошли какие-то изменения. Есть еще такой интересный момент, я об этом, пожалуй, забыл. Если вы не хотите, чтобы ваш автор, ну, вернее, чтобы автор был заполнен реальным именем, или чтобы он был пустой, то вы можете написать сюда placeholder unknown, и, собственно, в базу будет подставлено именно такое значение. Теперь более детально поговорим о сабтегах. Что такое сабтеги? Это сабтеги, которые входят в наш чейнгсет. Как правило, их основных вот четыре, это precondition, comments, потом rollback, и, собственно, секция, где у вас хранятся ваши изменения, которые вы хотите применить к вашей базе данных, ну, или к конкретному объекту. По поводу остальных я поговорю чуть дальше. Отдельно хочется сказать про rollback. У Liquibates достаточно гибкая система работы с rollback. Она позволяет вам описывать rollback в трех видах. То есть это либо чистый SQL, либо же в виде рефакторных тегов, либо же ссылку на другой чейнгсет. Как это выглядит в виде примера? То есть в первом случае все просто. Вы описываете в виде row SQL, что, допустим, в случае чего удали мне таблицу users, если я захочу откатиться. В виде рефакторных тегов вы указываете специально такие банки changes теги, которые есть в системе Liquibase, что используя тег drop table удали ко мне таблицу users. Или же, как я говорил в последний вариант, вы можете использовать rollback как ссылку на предыдущий чейнгсет. Это описывается вот в таком формате. Указывается changeset ID обязательно и changeset after. Теперь, собственно, поговорим про чейнгжи. Они же в терминологии Liquibase называются рефакторинг теги. По умолчанию система предлагает вам более 30 встроенных тегов. Я тут привел некоторое количество, но на самом деле список намного больше. и дальше вы можете его посмотреть по ссылке. Пример, как это выглядит в реальной жизни вот так. Например, у вас есть какая-то таблица, и вы хотите в ней создать новый column, который, допустим, будет называться status, имя, тип, small-in. Описывается в таком виде. То есть вы пишете refactoring tag as column. Обязательно указываете, для какой таблицы это будет применено, допустим, table name, institution. И дальше, собственно, описывается название нашего поля и его тип. Плюс здесь же можно указать и значение по умолчанию, вот как, например, в этом более сложном примере. То есть вы можете указать, что, допустим, у вас поле time stamp, time zone, и указать, чтобы значение по умолчанию подставлялось как название. Плюс для поля можно указывать, опять же, привычным видом constraint, указать, что это ключ, указать, что это автоинкремент и подобного рода полезные фишки. Но есть еще одна приятная особенность. Если, как правило, я говорю, тегов больше. Да, да, говори. Можно на передний слайд? Да, конечно. Ты тут описываешь типы. Мене цікавить, в каком формате описывается тип? В формате зрозумелого базы данных или в формате зрозумелого ликвидбейс? В формате зрозумелого базы. То есть ты описываешь так тип, как он называется, собственно, в базе данных. Я понял. Хорошо, дякую. Помимо того, что у вас есть большое количество встроенных рефакторинг тегов, но может случиться такое, что вы хотите использовать что-то такое специфическое и ликвидбейс стандартной комплектации вам этого не позволяет. Тогда есть такая классная штука, на мой взгляд, это тег, который называется SQL, в который вы можете написать все что угодно, все что вам нравится. любые какие-то создания функции, триггеров, какие-нибудь специфические, там, не знаю, транкеты и так далее. То есть вот здесь я привел пример. Например, вы хотите на подросе создать бесполезную функцию инкремент. Как это можно было бы сделать, используя вот TechSQL? Следующее, о чем я хотел бы поговорить, про кондишенции, на мой взгляд, это такая очень приятная фишка ликвидбейс, чего не хватает в стандартных реализациях Migration Tool of для бетона. То есть что она вообще позволяет? Она нам позволяет убедиться в том, что наш change set будет выполняться именно так, как мы от этого ожидаем. именно так, что если мы, например, хотим, чтобы он выполнялся только для конкретного, например, состояния базы данных под конкретным юзером, или там только если у нас нету поля, таблицы, там, whatever, неважно, вы можете это описать все с помощью прикондишенов. Прикондишены могут быть на двух уровнях, то есть это, скажем так, глобальный на уровень всего change log файла, либо же такой локальный для change set. Как это выглядит? А, ну, основные вообще причины я уже, в принципе, привел по поводу, почему можно использовать ту-тре кондишен, скрин руковицы. Да, можно вернуть обратно? Жанна. О, спасибо. То есть для того, чтобы убедиться, что предположения наши не нарушаются пользователями, для того, чтобы убедиться, что наши изменения, там, не приведут к каким-нибудь неожидаемым, непокрытым, там, состоянию, типа, там, drop table, и мы об этом не будем знать. И также для контроля вообще выполнения этого change set. Про кондишен, можно сказать, есть такие два типа хендлеров. это, которые обрабатывают фейлуры, которые обрабатывают эроры. В чем разница? Фейлур – это такое состояние, которое происходит тогда, когда мы проверяем, является ли какой-то, допустим, наш критерий, там, правдой или же ложью. То есть, допустим, мы хотим проверить, что перед тем, как добавить новое поле в таблицу, мы хотим проверить, что этого поля уже там нет. Для этого используется вот как раз тип фейлур. И есть второй тип – это эроры. Это, собственно, то, что происходит, когда мы пытаемся выполнить проверку, и у нас возникает какая-то ошибка по какой-то там непредвиденным обстоятельствам. Либо мы неправильно написали проверку, либо там что-то произошло, база данных там проглючила и не ответила на так, как должно. За это отвечает тип эрор, и для этого есть вот два хендлера. Эти ситуации можно контролировать, используя вот два атрибута, которые называются onFail и onError. Как это выглядит, вы увидите чуть позже. Помимо того, у этих хендлеров есть четыре состояния, которыми можно помечать, ну и вообще, как они себя ведут, и что мы можем делать в случае, если возникает вот этот exception. Первый, то, что происходит по умолчанию – это халк. Собственно, если он встречает какую-то то, что, скажем, не соответствует нашим ожиданиям, система прерывается и говорит нам об этом, что так и так, ты тут, допустим, хочешь создать поле, а у тебя не проходит проверка. Следующее – это continue. То есть в любом случае, неважно, там проходит проверка, не проходит, мы всегда продолжаем дальше. Такой, на мой взгляд, бесконечная, бесполезная опция, потому что какой смысл тогда precondition, если мы всегда будем продолжать. Третья – markrun, и чаще всего используется именно она, то есть она используется, как правило, для того, чтобы, допустим, опять же, возьмем пример, мы хотим добавить поле, поле уже существует, наш precondition выполняется, он видит, что это поле уже существует, и он в таблице истории пометит, что этот change set, он будет помечен как markrun, то есть как будто мы его уже отработали, но реально он не будет отработан, мы просто прервемся на этапе проверки и поставим соответствующий статус. И четвертый – это просто показать нам ларнинг, что типа вот ты хочешь добавить поле, а поле уже есть, такой более носит информативный характер. Как это, опять же, выразить в виде реальных примеров, можно увидеть здесь. Помимо того, precondition позволяют нам использовать логические операции, то есть мы можем их комбинировать, мы можем говорить либо должно быть так, либо не должно. И вот, допустим, возьмем первый пример. То есть precondition говорит нам о том, то есть когда будет читать, наш мигратор будет читать наш change load файл, он будет смотреть, что наша база данных у нас должно быть либо два типа, либо позраст, либо оракл. Если же наша база данных, например, MySQL, то будет выкинуть exception о том, что нас не соответствует типу, мы не можем дальше двигаться. Это такой уровень, скажем, для SEO change load. Помимо того, опять же, здесь мы можем убедиться в том, что мы, допустим, выполняем наши все change set под конкретным пользователем. Если это не так, то, опять же, выкинуть исключения. Можно сделать более сложные условия, то есть как здесь описано, то есть если это, допустим, возраст, то один юзер, если это оракл, то другой юзер, но они должны быть, скажем, как одно целое, и нельзя их разделять. Какие прокондишены поддерживают условия и, собственно, теги, как мы это можем проверять? Опять же, как правило, они используют достаточно большое количество. Можно его полностью посмотреть по ссылке. Но из самых таких интересных, это, например, что у нас база данных такая-то, а не такая-то, что мы проверяем, существует ли поле, таблица или индекс уже в нашей базе данных или же таблицы. Плюс есть возможность просто написать SQL проверку. То есть, допустим, мы хотим убедиться, что у нас нету, допустим, каких-то айтемов, которые, например, равно типу Python. Если мы выполняем проверку и убеждаемся, что да, таких нету, тогда мы, допустим, инсертим новые данные. И есть же возможность опять написать свои собственные прокондишены, но это такой, скажем, не очень простой способ, используя Java. И, собственно, как это может выглядеть на примерах. То есть, вот реальный пример. Допустим, я проверяю, что таблицы под названием, вернее, не таблицы, а индексы под названием, допустим, institution name IDX не существует. Если же этот индекс существует, то весь мой change set будет проигнорирован, и в истории я просто увижу, что он уже якобы отработан. Такая же ситуация может быть применена для более сложных. То есть, когда, например, мы используем вообще SQL, не просто, допустим, какие-то refactorные теги, мы можем сказать, что перед тем, как выполнить наш change set, проверить, что, допустим, change set с таким-то ID уже был выполнен. И только потом, если это является правдой, то продолжить и выполнить. Собственно, что такое контекст? Как я говорил, он нам позволяет убедиться в том, что мы, допустим, будем выполнять какие-то изменения только в том случае, если наш контекст является заданным значением, которое нас удовлетворяет. Например, у нас есть несколько environment, и мы хотим, допустим, описать, что какие-то change set, они применимы только для таких environment, допустим, для тестов. Там, где у нас добавляется большое количество, например, тестовых данных, мы можем указать, что у нас есть change set, контекст у них, допустим, тест, и при runtime мы указываем, что вызови ко мне, допустим, вот change set, у которых контекст равен тест, или же какой-нибудь другой. Плюс эта система, опять же, позволяет нам описывать такие логические выражения, то есть помимо того, что мы можем передать одно значение, что контекст это, допустим, какое-то значение тест, это может быть более сложное выражение, например, там, это может быть тест or qa, там, допустим, end, не знаю, там, мастер, ну, обратно говоря. Как это, опять же, выглядит, например, вот, допустим, мы хотим сказать, что наш change set, он будет выполнен только в том случае, если наш контекст тест или qa, или же мы можем сказать, что наш контекст будет выполнен только в том случае, если он не равен мастер. Или, как в последнем примере, вот мы говорим, что это тест либо develop, запятая рассматривается как будто это оргологический оператор, и это является мастером. То есть, на самом деле, комбинации и реализация могут быть различные, все зависит от потребностей того, как, ну, что нужно в данный момент на проекте. Плюс, вот, в новых, скажем так, начиная с 3-5 ветки, появилась такая очень классная возможность указывать контекст для всего change log. То есть, что имеется в виду, допустим, у нас есть change log, который описывает 100 change сетов, допустим, образно. Мы указываем, когда, в момент, когда мы инклудим наш change log файл, мы можем указать, что для всех этих change сетов присвоить контекст qa, и тогда, опять же, когда мы будем вызывать нашу команду для миграции, будет отрабатывать только в том случае, если мы явно зададим, что эти change сеты относятся к контексту qa. Как, собственно, удается добиться вообще всего этого, ну, скажем, ReqBase, вот этой истории, ну, вообще целостности? Он для этого использует две таблицы, которые создаются в первый раз, когда вы первый раз запускаете миграцию. Это database change log и database change log log. То есть, звучит немного так странно, но в том, что первая хранит такую достаточно полезную информативную историю о всех изменениях, об их статусах, а вторая служит для того, чтобы убедиться, что в один момент времени запущен только один ReqBase, и она вам не даст выполнить, если вы захотите вдруг одновременно накрутить две миграции. У вас просто залучится, скажем так, база, и вы не сможете двигаться дальше. Пример того, как выглядит история, имеет такой вид. То есть, в отличие от того же Alembica, ну, и в какой-то мере у Джанка тоже она, может, не совсем такая информативная, но лучше, чем у Alembica, а у Liquibase история достаточно такая информативная. То есть, видно кто, когда, во сколько, какое состояние, контрольная сумма этого изменения, какое выполнялось действие, комменти, плюс можно задать теги, контексты и так далее. И теперь, собственно, немного примеров реальных из жизни, вообще, как может происходить вот использование Liquibase на ваших проектах. То есть, как правило, как выглядит структура проекта, когда вы себе скачиваете Liquibase и разархивируете, у вас примерно выглядит она таким образом. Есть стандартные файлы типа лиценз, txt, readme и так далее. Есть исполняемые файлы, которые вы можете использовать, например, батник, если у вас на винде. Это то, о чем я говорил, что у нас Liquibase кроссплатформенный, вы можете запускать и из винды, из инукса, из macOS. То есть, это не проблема. Есть, собственно, спецификации, есть бинарники, есть jav-файл, как это запускать. Что нам нужно для того, чтобы начать работать? Первое, что мы делаем, это обязательно качаем какой-нибудь драйвер. То есть, все зависит от того, с какой базой, с каким типом баз данных мы работаем. В данном случае, в моем примере я показывал все на подросе, поэтому я скачал драйвер для подроса. Теперь такой интересный момент. Понятное дело, что нам хочется, чтобы наши логи имели какой-то структурированный вид, чтобы можно было понять, допустим, когда, кто, кем, ну и вообще, зачем это было выполнено. И я предлагаю, и на мой взгляд это такое правильное решение, как это можно сделать. Вы создаете директорию change-лог, в котором у вас есть мастер, скажем так, мастер change-лог файл, в которой вы будете инклудить только change-логи. То есть, по сути, он не несет никаких данных изменений. То есть, вы просто в него инклудите ваши все change-лог файлы. Далее вы можете создать директорию versions, как, например, я, либо можете назвать ее revisions, либо можете назвать ее, как вы хотите, как вам удобно. и в ней уже хранить те change-логи в том порядке, как это вам нравится. На мой взгляд, удобно хранить это, допустим, в таком виде. То есть, создать год, создать месяц. То есть, ну, чтобы это не было, не выглядело, как, допустим, одна директория с миллионом этих change-логов и, ну, такое немного для глаза, не очень читаемо. Вы это можете структурировать, создать такое дерево, которое и уже конкретно, допустим, сейчас вы работаете там 8 мая, вы все свои change-логи ложите в директорию 05. Начнется июль, создадите новую директорию и будете все свои change-логи ложить туда. Вот это, собственно, пример того, как выглядит наш change-лог XML или мастер-файл, в котором вы только инклудите все ваши change-логи. Хочу сразу заметить, что последовательность, ну, порядок имеет значение, то есть, они будут выполнены в том порядке, как вы их, скажем, заинкудили. Да, опять же, Liquibase вам позволяет в precondition, допустим, указать, что выполнить этот change-сет только если выполнен уже тот, но настоятельно рекомендую вам использовать все-таки какой-то порядок и описывать их в том порядке, в котором они должны выполняться. запускать. Теперь, как это все дело запускать? В самом базовом виде вам нужно написать такую большую страшную команду, типа какая-нибудь там java.jar, Liquibase, потом передать кучу ключей, драйвера, где лежит ваш java.jar файл для dbc, собственно, мастер файл с change-логами, url подключение, ну, url в цинга, который мы будем использовать для подключения к базе данных, юзера, пасворд, и команду update, которая, собственно, будет применять update. Хочу сразу сказать, что помимо update можно написать такую команду migrate, то есть это аналогично, просто сделали поддержку двух. Но, что не так с этой командой? Она очень длинная, ну, реально, постоянно на нее писать это неудобно и всегда если реально что-то где-то ошибешься, что-то не то напишешь, это начнет тебя нервировать, и ты вообще забросишь эту идею. Должно быть что-нибудь, какой-нибудь другой путь, как сделать это лучше, более гибко, удобно и просто. Такой путь есть. Можно все это использовать в стандартных конфигах liquid-based properties, в котором вы в удобном виде описываете, что у нас есть какой-то драйвер, у нас есть какой-то путь, где лежит этот драйвер, у нас есть, опять же, наш connection string, user, password и changelog. И его вы можете использовать. То есть, ну, так выглядит намного удобнее, то есть, команда уменьшает сразу в разы, потому что мы все наши, скажем, опции, все наши конфиги засунули в файл с properties. По умолчанию liquid-based как раз вот ищет файл liquid-based properties и его оно будет читать. Но не проблема, если у вас, например, есть несколько файлов с properties, допустим, они разграничены по схемам, по базам, по, там, не знаю, вообще по типу баз. Вы можете это легко поправить, задав, с какого конкретно файла вы хотите считать эти опции с помощью вот такой опции дефолт файл. И все это будет прочитано из него. Ну, собственно, так оно выглядит намного лучше, согласитесь, я думаю, не нужно писать эту огромную длинную команду, а достаточно просто указать простую liquid-based, там, жар апдейт или просто liquid-based, там, если это, допустим, бат, апдейт. А, сори, можно... Да, конечно. Поискову, там, а ты чар файл в своем проекте? Да. Джар Адвай. Вон он никак на сетапы системы, где там, на патрицовывать эти шляхи, эти штуки. Ты можешь это сделать, но тебе тогда в твоих, скажем, инискриптах, например, батнике, либо же в sh-скрипте, в ваш скрипте нужно указать, где лежит жар файл. Ну, то есть, как бы, изначально, вот, в самом базовом виде команда для работы с liquid-based выглядит вот так вот. То есть, я вам указываю, что это джава, там, минус, используя там пакет, там, бла-бла-бла. Но ты можешь это, не использовать джава, написать, допустим, там, liquid-based sh update, но тогда обязательно указать, где лежит этот жар файл. Потому что он будет его использовать. А вы не дистриблить здесь пакеты? Таким чином, потому что там ответы стали DQ-Base, потому что DQ-Base дайте. Нет, такого пока у них нет. Дальше. Есть такой интересный момент. Ну, в принципе, во многих migration tools она есть. Называется database tag. Я бы сравнил это с тегом, как в нашем GIT, например, либо в любой, в общем, контроле версии. То есть, вы можете явно затегать ваше текущее состояние базы данных. Это очень удобно для того, чтобы, например, разбить ваш процесс разработки по каким-то степам. И в случае какого-то непредвиденного состояния вы сможете быстро откатить все ваши изменения до определенного состояния. То есть, как это задается? Сокусуйтесь на насчет. Я правильно разумею. Ну, не совсем. Вообще, что она делает? Когда вы пишете такую команду tag initial state, все, что она делает, она на том этапе, на котором она сейчас есть, она добавляет запись tag, равна, допустим, initial state. Все. То есть, все, что будет до этого initial state, будет считаться, что оно относится к этому тегу. Вот. То есть, когда вы его добавляете, у вас в базе данных появится такая инфа, что вы добавили на текущем состоянии тег, и вы сможете его потом использовать для быстрого отката. Допустим, вы сделали там 10 потом изменений, оно что-то поломалось или работает не так, как вы ожидали. Вы можете быстро написать команду, допустим, вот как здесь, rollback initial state, и ваша, ну, то есть, система будет откачана до того состояния, как она была до этих 10 изменений. Ну, да, можно сказать, что это снэпшот. Ну, оно будет идти по миграциям, и типа все rollback команды. Да, да, да. То есть оно будет идти по миграциям, по миграциям, и будет смотреть в rollback. Очень, опять же, важный момент, я его упустил. Если вы, как правило, все рефактори инфтеги стандартные, вы можете явно не указывать такой атрибут, как rollback. Система достаточно умная, она увидит, что вы используете create, допустим, table, и найдет ему противоположный тех, то есть это будет drop table, и она выполнит эту команду в случае того, когда вы напишите rollback. но если вы используете, допустим, тех.sql, и пишете явно свои какие-то команды, запросы, которые система не может морально понять, то вы должны явно указать тех rollback, и что вы должны сделать в случае, если вы захотите откатить эти изменения. Для чего это нужно? Для того, что если вы вдруг напишите rollback, система начнет читать ваш change file, и не найдет секцию rollback, и она не сможет понять, что нужно конкретно делать с этим change set, чтобы его откатить, она вам выкинет exception, что у вас нет rollback, и я не знаю, как с ним работать, исправьте, пожалуйста, и потом делайте что-то. И теперь такой пример, вот как я уже говорил, на проекте была задача, например, сделать multi-tenant migration. Как это можно сделать? Такой самый быстрый способ средствами ликвидейта, то есть обычная bash-команда, в которой мы указываем наши схемы, для которых нужно накатить наши миграции по умолчанию, она ее знает паблик, если мы говорим про подраз. Мы здесь можем указать список схем, для которых мы хотим применить наши все эти change set, и, собственно, выполняем команду, которая обновляет. Здесь, ну, в аутпуте видно, ну, это такое больше информативное, для информативности, то есть видно, что начал рефакторить схему паблик, успешно закончила. Начал рефакторить схему паблик са, там схема, ганель кубейс, успешно отработал, изменения накачаны. А можно вопросы? Как это будет выглядеть с точки зрения базы данных? То есть у вас есть три схемы, в каждой схеме будет создана своя, скажем так, структура таблиц вот database change log и database change log log. И в ней будет своя история для каждой схемы. То есть они никак не будут переплетаться, они будут находиться в том состоянии, в котором вот они сейчас находятся, и те change set, которые применены, допустим, конкретно для той или иной схемы. То есть в каждой схеме своя отдельная история? Да. И ты можешь, соответственно, использовать все эти пункты, которые ты говоришь, потом теги, для каждой схемы отдельно? Да, да. То есть помимо того, что ты можешь использовать конкретно для какой-то схемы, ты можешь явно указать, что сделай мне изменения только для вот этой схемы. То есть ты явно тогда сделай для вот этой схемы. И две остальных, например, они будут находиться в том состоянии, в котором они сейчас, а твоя другая схема будет находиться с твоими последними изменениями. А нема такого чуда, что ты пишешь одну иммиграцию на все схемы, а потом скажешь ifc? Ну, к сожалению, нет, есть еще один момент, чтобы не писать, допустим, вот такой башскрипт. Да. Есть. Как это можно еще сделать? Вы можете явно задать, опять же, например, использовать контекст, и вы можете явно задать в своих change-логах схему. Но, как по мне, такой вариант не очень удачный, потому что вы явно задаете схему, и в случае, если вы потом захотите его все-таки применить для другой схемы или для другого контекста, у вас ничего не выйдет, потому что вот явно за хардкожное назначение, допустим, применяй-ка мне его для паблика. К сожалению, опять же, стандартная реализация Liquibase пока еще не придумали такого, допустим, опять же, флага, допустим, там, перечислить схему и через запятую указать все, допустим, для которых оно должно быть применено. Возможно, никому это ранее не нужно было, возможно, разработчик посчитал, что этого, в принципе, не нужно, потому что стандартным функционалом это вот можно очень просто все реализовать. Ну, и теперь такой, ну, небольшой пример контекста, то, что я говорил, допустим, у вас есть какой-то контекст, в котором вы добавляете тестовые данные в вашу базу данных, опять же, вы пишете там rollback, то, о чем я говорил, то есть, так как я здесь использую секцию SQL, то система не сможет понять, как открутить эти изменения, в случае, если я вдруг захочу их открутить. Поэтому мне нужно явно указать тот statement, который будет выполнен в случае rollback. после того, как вот, я задаю, например, что это состояние до того, как я применил миграцию для конкретного контекста и состояние после того, как я применил данные миграцию с конкретным контекстом. Самые часто встречаемые ошибки, которые вот могут допускать, не важно, кто разработчики, там DBA, в общем, тот, кто пишет change-сеты, это что? Это тот, например, наиболее часто встречаемый, это когда вы пытаетесь, вы уже применили какой-то change-set, и вы вспомнили, что вы забыли, там, не знаю, добавить какое-то поле или какой-то description, и решили его поменять, и подумали, да, я сейчас еще раз напишу update, и система возьмет, там, быстро что-то поменяет и обновить. Но, на самом деле, у вас вылетит ошибка, я вот ее здесь показал внизу, то есть, он скажет о том, что MD5 отличается, и то, что у вас было перед этим, ну, как бы, оно уже применено, а вы хотите вот его поменяли, хотите его еще раз применить, и я не могу ничего с этим сделать. для того, чтобы эту систему, эту ошибку можно исправить, как я уже говорил, есть тег runonchange, который можно поставить в split-true, тогда LiquidBase, когда будет читать это change-set, он увидит, что у вас стоит какой-то тег, попробует найти разницу, сравнить эти чек-сумы, если они будут отвечаться, тогда она применит новые изменения, те изменения, которые у вас там указаны. Следующая, наиболее тоже часто встречаемая это syntax error, это такая тоже самая банальная опечатались, назвали тег по-другому, не знаю, там, не в том месте, это все относится вот как раз к типу syntax error, потому что, ну, со всеми бывает, неправильно указали название тега, неправильно там, не в том месте его поменяли. И еще такое менее встречаемое, но тоже бывает, это когда вы, допустим, ваш change-log файл содержит более одного change-сета, и вы, описывая его, забыли, допустим, на каком вы сейчас находитесь, и в ID написали дупликат, то есть, допустим, у вас там был 1, 2, 3, 4, потом вы взяли, скопировали, у вас получилось еще 1, 4, и захотели, ну, как-то не обратили на это внимание, захотели применить изменения, то у вас, опять же, будет validation error вылететь, и скажет вам о том, что вы тут кто-то ошиблись, у вас уже такой идентификатор существует, исправьте, попробуйте что-то с этим сделать. Собственно, с чего начать использовать LiquidBase? Ну, первое, я думаю, с чего стоит начать, это зайти на сайт LiquidBase. Вообще, на мой взгляд, свой LiquidBase достаточно просто, то есть, он не таит в себе каких-то подводных камней, или нет необходимости в изучении каких-то новых знаний, для того, чтобы быстро начать использовать LiquidBase, так как все эти change-сеты, они хорошо описаны в документации, вы можете использовать любой формат, который вам нравится, то есть, вам, в принципе, по сути, ничего одного учить не надо, только привыкнуть, возможно, к тому, как вы будете описывать свои миграции. Также есть статья QuickStart, то есть, как быстро начать использовать LiquidBase, она, в принципе, достаточно полезная, информативная, то есть, там, такие примеры, что нужно, как быстро начать, там, что скачать, для чего и почему. И есть еще вот линка на GitHub, это официальная репозитория, где лежит LiquidBase, у них там огромное количество примеров для разных подданных, то есть, и для Oracle, и для Bostgres, и для MyGuill, то есть, там, действительно, достаточно большое количество, можно найти, почитать, посмотреть, как, допустим, вы не знаете, вот, как писать конкретно change-set, или вы, там, запутались, вы можете туда зайти и найти что-то похожее, или найти, как это можно выполнить. Ну, и, собственно, я закончил. Я прошу прощения за то, что вот такая прошла беда в начале с презентацией, то, что, ну, надеюсь, что это, скайп в бизнес. Да, надеюсь, что это просто винда и скайп в бизнес. Да. Ну да, скайп в бизнес, это фу бизнес, а где-то людей, к сожалению, прокомментировали. Поэтому, пришлось потратить, очень, я сказал, я думал, более детально буду рассказывать, но это то, что потратил, много времени на вот эти проблемы с устранением скриншеринга. за темы, захватил практически аспекты, которые вы встречались на предыдущих проектах, на предыдущих сложных челленджах для нас. Вот. Я надеюсь, что всем он был полезен, интересен и информативен. Спасибо тебе огромное. Дякую. Дякую. Но у меня есть вопросы. Да, конечно. Давай. Дивись. Ну, питание номер один. Чи є там какая-то конфигурационная опция, чтобы записывать все команды, которые выполняются уже в конце LiquidBase, все SQL команды, которые он выполняет. Чи есть какой-то такой dump? Ну, типа я размещу и десь пишу его в базу даних, а чи можно его отримать в каком-нибудь plane формате або SQL формате? Конечно. У тебя вообще, как я говорил, у LiquidBase достаточно мощный команд-лайн. То есть ты вообще можешь свои миграции использовать и писать в таком формате, типа как, ну, они его называют как update SQL. То есть фактически реально ты миграции не применяешь, у тебя генерится SQL, то, что будет реально применено в базу, и он тебе создает файл, который ты можешь зайти, посмотреть и увидеть. Допустим, будет выполнено 100-500 команд. Как правило, такой подход используется для ревью со стороны DBA. У нас, к сожалению, наши проекты, они, я бы сказал, достаточно маленькие в плане издания базы данных, но если, например, придется когда-нибудь работать на проекте, где есть реально Oracle, которые следят за тем, чтобы все твои изменения проходили валидацию, их контроль, то это очень полезно, то есть перед тем, как реально накатить миграцию, ты можешь сгенерировать для них файл с SQL того, что будет выполнено. а вот еще такое вопрос, мне это скоро грозит, и я шукаю какой-то самый крутой способ, например, в моем будущем сам процесс создания базы данных автоматизированный, и я, например, буду ребилдировать что-то, но проблема в том, что у меня там есть живые данные, я, например, меняю в базе данных схему, и мне нужно конвертить данные. То есть я делаю дамп, перебилдаю базу данных, а потом я делаю рестор. но проблема в том, что дамп не делается в старом формате, ну, будет делаться как в старом формате, потом я накачиваю новые изменения, и мне уже нужно эти данные в новом формате. Типа, какая была моя идея? Написать через ликвибейс такую, как миграцию без миграции, и чтобы оно могло только, грубо говоря, данные, ну, написать список SQL команд, список инсертов, чисто для данных, но уже, типа, как в новом формате. Тобто, в рапер над PG-дампом, или что-то типа такого. Можливо, есть какие-то стандартные тулы, которые позволяют створить вот такие дампы для миграции уже на новую схему, по определенным паттернам? Sorry, такой вопрос наводящий. Ты говоришь, измененные данные, ты имеешь в виду тип, например, поля, или вообще реально, допустим, было значение 100, стало значение 200? Нет, нет, тип поля, або, например, у меня раньше не было такого поля, а оно появилось. Да? Тобто, уже попередний insert мне, ну, типу. Ну, смотри, я бы тебе посоветовал у LiquidBase есть такая штука, например, первое, что ты можешь генерить, опять же, в виде SQL, change log, не только в виде SQL, в виде XML, change log из текущего состояния базы данных. Плюс, ты можешь указать, это будет только схема, только данные, либо и то, и то. Это первый момент. Второй момент, если, например, у тебя есть старая база данных, да, допустим, в которой есть старые данные, есть новая, там, с новыми схемами, с новыми, ну, не знаю, там, вот как ты говоришь, новые поля, ты можешь сгенерировать, опять же, change log на основании диффа, есть такая, у Ликвидбейса тоже опция, типа, дифф change log, она тебе возьмет сравнить твою, допустим, старую базу с твоей новой и сгенерить change log только разницы того, что нужно будет применить на, допустим, новую базу данных. Я ответил на твой вопрос или не очень? Ну, типа, проблема, ну, я, я зрозумів, ну, насправді, просто проблема трошки в иншем, тобто, у меня не будет как такой новой базы данных, еще, когда я буду делать бэкап старого формата, розумишь? Мне, типа, треба сгенерировать бэкап с существующего, но так, чтобы он заапливается уже на новую базу данных. Ну, окей, смотри, тогда у тебя есть то, что я тебе говорил, generate change log, у ликвибейт есть такая опция, и у тебя будет полностью текущее состояние твоей базы. Ну, а потом ты ее можешь накатить на новую уже. Разве что, я говорю, у тебя не будет явно задано, что это поле, допустим, было там… Не, ну, сами значения не поменяются. Что? Сами значения не поменяются. Ну, все, говорю, тогда ты можешь как бы взять с текущего состояния базы данных, выполнить команду, типа, generate change log, указать куда, у тебя будет полностью твое текущее состояние базы. И ты его потом сможешь накатить в твою новую базу или схему. Возможно, перепитаю, я у тебя не до конца зрозуміло, все-таки, но цикавий кейс, походу. В тебе есть схема и есть данные. Ты хочешь добавить новую колонку. Ты делаешь dump, потом добавляешь новую колонку, пишешь, например, иммиграцию рекупенции, стартуешь, и у тебя уже есть версия 2, у тебя есть таблица с новой колонкой. И ты хочешь взять старый dump и заплатить его на новую схему? Вот типа то. А навещо? Ну, мне нужно живые данные конвертить уже на новую базу. Ты же, типа, замехал в существующую базу. Я вообще проблем не вижу, потому что, скажем так... Я просто такого, типа, хочу зрозуміти, проблеми, как такой, нет. Я же говорю, то, что ты говоришь, это легко делать. То есть ты снимаешь, генеришь, типа, initial change-log с текущего состояния базы данных и накатываешь его на новую. Пускай в новой у тебя там уже будут какие-то новые поля, но твой текущий change-log он накатится без проблем. Потому что, ты говоришь старое, ничего не поменяется. То есть без проблем накатится. Хорошо. Ну, типа, это, в основном, было моё вопрос, чтобы не делать там сто пятьсот целей. Понял. У меня вопрос, есть какой-то список, например, из компании, кто реально использует этот продукт? Я, честно, я пытался найти, но не нашёл. Потому что, я думаю, всё-таки это, ну как, не такой, прям, проект, допустим. Это не какой-то такой язык, не какой-то такой, прям, компонент, который реально юзают там все. мне, и кто может об этом сказать, что открыто, да я вот юзаю LiquidBase. Всё-таки, это более, типа, интернал, и, ну, я... просто текало, Я почему-то уверен, что те, кто, я говорю, так как это решение написано на Java, я думаю, джависты должны знать о нём и юзают его. Плюс, опять же, я, ну, ввиду того, что быстро говорил, LiquidBase легко может интегрироваться с Jenkins'ом и LiquidBase. У него есть, типа, также enterprise решение, называется TacticalDB, которая, у неё ещё больше функционала, она позволяет ещё больше, поддерживает, они ещё больше рефакторных тегов, плюс, у неё есть и визуализация, и, такая вообще более, ну, для разделения, вообще между, скажем, типа, QA, менеджерами, то есть, более enterprise solution. Но, я почему-то думаю, что это решение больше юзается среди Java application. Но, я ещё раз хочу подчеркнуть, что, оно реально сильно не зависит от того, у вас Python application, PHP или Java. Вы можете его спокойно у себя юзать, и плюс, его очень просто начать юзать. Если у вас, допустим, нет на текущем проекте никакого вообще тулы для migration или какая-то самописная, вы можете взять, просто, сделать, допустим, типа, снэпшот текущего состояния, сказать, что, ага, помаркай мне этот change set, как будто ты его уже отработал. Есть у него тоже такая унция, которая, типа, скажет, что, все change set, пометь, как, как будто они уже выполнены. Ну, типа, такой fake, fake migration. И дальше, исходя из него, уже можно дальше, ну, накатывать свои миграции, создавать свои change set, интеграции, ну, и так далее. Окей, еще два питания. Перше, там я бачу опоры, например, что, если там Oracle, то и за иного юзера, а если подсказ, то и за иного юзера. Питание, что можно таки делать, что, например, если подсказ, добавил мне колонку, а если это SQLite, добавил мне varchar, потому что SQLite это не потребует. То есть, по сути, чисто, и по базе. И по базе. И по базе. И именно менять тип, без написания своего, чисто типа SQLite, чтобы там был XML, и чтобы оно автоматически реализировало так, как команда. Ну, теоретически, да. То есть, ты в рамках change set, опять же, пишешь precondition, и говоришь, например, что есть ли у тебя база данных такая-то. Але то обходу не precondition. Я так правильно розумію, что это, в частности, это precondition, а потом уже мы, типа, precondition может быть в двух местах. Он может быть применен в рамках всего, change log. То есть, он только зашел, то есть, мегатор только начал читать change log file, и у него есть такой глобальный precondition, в котором он, допустим, смотрит, что я хочу его выполнять только в том случае, если юзер, допустим, систем. А вы знаете, какая-то бежевая навыкальна. В change set тоже. ты можешь описать precondition, у него есть тех tbms, то есть, его, как бы, никто не отменяет. И ты можешь, опять же, сказать, что если у тебя тех, вернее, база данных такая, то выполни проверку, допустим, такую-то. это только на уровне проверки, на уровне того, можно ли сделать change set типа if, насколько я знаю, что нет. Сейчас такого решения нет. и, не знаю, какие-то solutions в том, что просто берется информация с модул спаль, например, и сразу генерации нового хрена. сейчас, насколько я помню, есть, да, а, подожди, ну, если с нуля, я знаю, что можно сгенерить, вот у тебя есть change, ну, допустим, таблица change log, в ней есть история всех этих, ты можешь на основании этих всех данных, если они у тебя есть в таблице change log, сгенерить один файл с change log, но только если они там есть. Если это, типа, вообще с самого начала, допустим, у тебя нету истории, у тебя есть куча change set в этом, и нету истории, да, история, то, что уже применил, было применено, тогда, извини, а можно я? я, честно говоря, сейчас не скажу, я не уверен, но... можно я скажу тебя? когда ты говорил о тегах, я сказал, что ты можешь просто какому-то change set поставить тег, то есть ты говорил и не шел стать, а ты сделай, можно сделать тег какой-нибудь там my state, и просто, если ты апдейтируешь до данного тега, то накатятся сразу все change set, которые включены в этот тег, которые до него, правильно? тег, ну как, не совсем, у тебя тег, ты маркируешь базу данных, ты ее замаркировал, тег ты добавляешь на текущее состояние базы данных, не на конкретное тег, тег. тег это вот у тебя текущее состояние базы данных, да, вот как в гите, допустим, у тебя есть текущее состояние, ты взял его за тегом, допустим, релиз там, такой-то, так же самое здесь, ты написал там, релиз такой-то. Просто я к чему веду, может ли быть тег решением, которое позволит ответить на вопрос Ярик? Нет, нет, потому что, возможно, такой, недостатков LiquidBase это то, что он все свои изменения хранит в базе данных и он от них отталкивается, то есть, он полагает как, что если в базе данных нет изменений, то этот change set не был применен, и он попытается его применить. Поэтому, если у тебя вообще пустая история, то ты никак не сможешь сгенерировать один, скажем, смерженный, один большой change set. Окей, я тут придумал solutions это Elisabeth. Чи є можливість після запуску усіх міграцій заранити щось? Наприклад, паштрипт. Именно это конкретно суть в том, что взяти не в шот схеме. То есть, если ты уже используешь ликубейс, и он тебя самолоштовывает, что там 200 сетов, и тебе нужно создать базу для тестов. Чи можно просто зайти с другой стороны, и после каждого рано миграции сделать схему и его сейвить? я запускаю все-таки миграції локально, в теории я мог бы запускать локальный скрипт. Да, ты запускаешь локальный скрипт, и есть опции, но они больше как джавовские. Если ты хочешь именно баш, то тебе нужно писать, скажем так, допустим, какой-нибудь баш скрипт, который сначала вызовет эту, ну, extension умеют, но не джавовские. то есть, я же говорю, если такой более, да, тогда придется уже лезть именно в джаву и писать это в джаве. Ясно, ярко. Либо же, опять же, такой возможный кейс для того, чтобы это сделать. У тебя есть, допустим, пустая база, нет вообще истории, у тебя есть 200 ченчсетов, ты говоришь, помаркай мне все ченчсеты, как будто они выполнены. У тебя появляется история, и на основании этой истории ты уже можешь генерить один ченчсет. Можно сделать так. И типа старый узалить вообще. Слушай, а такие питания, я может пропустил, а какие-то посткондишены есть? Нет, посткондишенов нет. То есть, структура ченчжлога, она в принципе достаточно стандартная, у тебя идут прикондишены на уровне всего ченчжлога, потом у тебя есть properties, ну properties по сути это такой dictionary, в котором ты можешь описать свои какие-то значения, и потом использовать у себя в ченчсетах. Допустим, ты задаешь, что у тебя там будет новый property, который называется full, его значение bar, и ты можешь его легко завязать как постановку себя где-то в ченчсетах. После этих property идет у тебя собственно сам ченчсет, или их там несколько, и потом идет include, include all, заинклюдить все ченчсеты, допустим, в рамках какой-то директории. Вот, посткондишенов никаких нет. Ну, або экстеншн писать, да. То есть, в принципе, ликвибейс он достаточно расширяем, но, я говорю, минус того, что он на джаве, ты можешь писать свои экстеншни на джаве. Еще вопросы? Наверное, нет. Ну, хотя, можно сказать, что-то такого нет, но, например, ты же маешь вказать дефолт value, правильно? Например, ты добавляешь колонку, яка в тебе not now, и ты хочешь сказать, что там, например, дефолт в мене одежда. Чи есть там type safety чеки? Я очень сомневаюсь, например, я возьму и в интовую колонку напишу default value фу что оно начнет на меня кидаться, еще когда будет миграция. Да, ну вообще, ты можешь перед тем, как запускать реально миграцию, ты можешь написать validate, чтобы он провалидировал твой почему-то кажется, что он это не увидит. Надо проверить. а на какие саппортить именно типы колонок? Там же есть какие-то варианты, например, там и ты можешь написать любую фигню, потому что в разных базах есть разные типы, а когда оно будет гонять, попробует ставить и скажет error, если ты написал какой-то нереальный тип, то он тебе ругнется и скажет, что на валидейте, либо если ты не хочешь гонять валидейте, то сразу запустишь, он тебе скажет, что он неизвестный тип. А он будет знать, что, например, в том же базаре есть Nr, а в каком SQLite, например, нет? Я думаю, это на этапе самой эмиграции будет. Либо есть еще один возможный вариант, возможно, все будет зависеть от того, система смотрит, какой ты используешь драйвер, это типа позрех, либо SQLite, исходя из этого подставляется схема, допустим, которая проверяет схему с namespaces, которые у тебя могут быть. Окей, а по иному вопросу валидейте это отдельная команда? Да. А еще принимаю валидейте, например, драйвер, шутбол, 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 но валидейте это, скажем, последняя команда. Вначале, если убрать файл ликвидейте пропортиз, тебе нужно будет написать ту огромную команду, в которой ты указываешь драйвер, путь, где у тебя лежат твои change set, url, как подключиться к базе, вот у тебя будет такая команда, и только в конце ты пишешь validate, например. Ну, то есть, собственно, используя все вот эти опции, допустим, там же таки будет url, а без того оно не заведется. Оно посмотрит ну, и в общем, если без пропортиз, и ты не задал url, то он не заведет. Да. Тут просто как бы приоритет вообще у команды, то есть сначала он смотрит в команду, и потом юзает ее. Если в команде он не находит обязательные параметры, то он смотрит в equipage properties, который является по умолчанию, ну, который может быть, типа the replacement с каким-нибудь другим, например, like base, tenant properties, если ты юзаешь там конкретные properties с permission сами для, ну, типа, per tenant. Ясно. Еще вопросы?